Всем привет, друзья! С вами Тимпоз, и мы продолжаем нашу рубрику обзоров на различные модификации к играм от компании EasyTech. И сегодня в нашем обзоре повторяющиеся моды, на которые я уже снимал обзоры. Это The Great Patriotic War Mod и The Great Patriotic War Mod Big Map. Ссылки на оба мода будут в описании под видео для скачивания. Однако, если вы смотрите данный ролик спустя месяц, два либо, ну и больше срок, то рекомендую перейти по ссылке на автора данного мода, по крайней мере, то, у кого я этот мод увидел на чьем канале, и посмотреть более актуальные версии, потому что они обновляются, ну, как минимум раз в месяц. Хотя вот Big Map обновлялся последний раз три месяца назад. Поэтому, в общем, смотрите сами, как вам больше нравится. Я посчитал, что поскольку это не новые моды, а все-таки повторяющиеся, будет уместно как-то сократить хронометраж и какие-то части обзора пропускать. Поэтому будет сразу два мода и постараюсь как-то быстрее это все вам преподнести. Что здесь есть нового, сразу же вам скажу. Первое. Здесь есть русский язык, но я его использовать не буду, потому что почему-то на русском языке у меня часто вылетает. Может быть, это мне показалось и на английском тоже сейчас будет вылетать. Ну, так, по крайней мере, было до этого. Поэтому обзор буду я вам на английском, но вы знаете, что есть русский язык, это, конечно, приятно. Это хорошо. С чего стоит начать? Как обычно, для того, чтобы получить неограниченное количество ресурсов, не считая медали, необходимо прокачать первый уровень пехоты. Прокачиваем, получаем ресурсы. Далее. Генералы. Я перечитывать вам их не буду. Пролистаю лишь вниз, а вы уже сами ставьте на паузу. Смотрите, кто здесь есть из известных политических личностей. Это генералы золотого эшелона. Их больше всех. Также есть серебряные. Их поменьше. Ну и бронзовые. Все. С генералами завершили, переходим к основной кампании. В основной кампании есть, добавлены несколько новых миссий, но показать я вам их не смогу, поскольку они открываются лишь по мере прохождения основной кампании. Однако, по сравнению с моим обзором пятимесячной давности, от момента выхода данного ролика, произошли некоторые изменения. Ну, конкретно, нет, вылетает в любом случае, вне зависимости. Так, я еще не туда зашел. Улетает в любом случае, вне зависимости, русский язык или английский язык. Не знаю почему, но вот вы сейчас сами все увидели. Немецкая кампания абсолютно такая же. По крайней мере, вот первая миссия. Она видоизменена по сравнению с оригиналом. Но такая же, как в прошлой версии мода. Я ее сравнил. Однако, здесь добавлена кампания за Советский Союз. И миссий, кстати, обратите внимание, значительно больше. Так выглядит первая миссия за союзников. Мы играем за Советский Союз и атакуем границы Германии. Идем в контрнаступление. Так понимаю, это у нас 42-43 год. Идем в контрнаступление от Москвы. Наша цель захватить значительное количество вражеских горлов. Долгая миссия будет, кстати говоря. Это уж точно. У нас много пехоты. Можно отсюда выходить. По заявлениям автора, добавлено огромное количество миссий. Поэтому я уверен, что каждый сможет найти для себя что-то интересное. Единственное, что главное, чтобы мод у вас не вылетал. Как он делает у меня. Конквест. Переходим к конквесту. Здесь в прошлый раз было 13. Конквестов это раз 15. Я не смог вычислить, какие два добавлены. Потому что в прошлый раз половина конквестов, иконки конквеста, она у меня была скрыта. И они у меня были все разбросаны хаотично. Поэтому вычислять у меня не совсем получилось. Здесь же есть хронологическая последовательность по временным промежуткам. И давайте начнем с самого первого. 1919. And you begin. Это точно новый конквест. Это прям 100%. Здесь мы можем играть за Советский Союз. То есть это у нас революция, так понимаю. Белые против красных. Ну, так есть. Давайте зайдем за белых. Белая армия. Отдалим. И посмотрим, кто здесь вообще задействован. Вот мне нравится, когда, знаете, есть четкий сценарий. Для конкретного, скажем так, конквеста. И он ограничивает количество стран, участвующих в конфликте. Ну, то есть, ну, зачем в 1919 году действительно включать войны и события, там, Мексику либо Америку? Ну, как бы, если там не происходило в момент никаких столкновений, скажем так, значимых для истории, то, как бы, ну, не нужно этого делать. Поэтому большинство стран сделали серым. А ключевые, на которые стоит обратить внимание, они, как бы, ну, они участвуют. Как по мне, это правильное решение. Итак, белая армия. Кто у нас союзники? У нас союзники, это Япония и Америка. И зачем они нам союзники? Кто мне скажет? Ну, то есть, чтобы они по нашей земле топали в атаку, что ли? Ну, видимо, мы с ними столкнемся только вот где-нибудь вот здесь. С японо-американскими войсками. У них города, кстати, есть? Да. Есть один город у японцев, есть один город у американцев. Владивосток. Я понял. Ну, и цель Красной Армии, это, как бы, все это дело захватить. Огромное количество юнитов. Как с одной, так и с другой стороны. Причем, юниты Красной Армии разбросаны хаотично по территории белых. То есть, местами они мелькают. Зачем я на мины встал? Ну, да ладно. Переработаны модельки юнитов. Прошу обратить ваше внимание. Что это такое? Это танк. Выглядит очень убедительно. Это у нас что? Механизированная пехота. Боже. Почему танк так выглядит? Почему не смешно? Я не понимаю. Что с танками? Какой-то ящик на колесиках. Или на чем-то, на гусеницах. А это что? Арморитрейн. Бронированный поезд. Как он может передвигаться? Куда угодно? Интересно, интересно. Так, ну, белая армия. Давайте пройдем по границам. Какими территориями мы здесь владеем? Это тоже у нас Советский Союз. Китай в конфликте не участвует. Что, в принципе, логично. Турция выступает на стороне коммунистов красных. Так же, как и Азербайджан. Однако на Турцию с юга всерьез наседают британцы, французы и греки. И итальянцы еще. Тут тоже, знаете, заруба такая нешуточная у турков. Сербия, Румыния. Это что? Это у нас кто? Венгрия. Видимо, венгры тоже за красных выступают. Тоже, наверное, коммунистическое движение какое-нибудь. Украина за белых. Британцы. Очень интересный, кстати, конквест. Поляки земли отвоевывают. О, страны Прибалтики с оборонительными укреплениями британцев. Я так понимаю, сами британцы воевать здесь не будут. Только вот понятно. Очень оригинальный конквест, хочу вам сказать. Мне нравится то, как это здесь сделано. Весьма недурно. И здесь британцы. Хорошо. Переходим к следующему. Надеюсь, меня не будет выбрасывать. Дальше у нас 39-й Блицкрик. Так, еще бы знать, что переделано, а что нет. Я сразу быстренько чекну, чтобы понимать, переделано это или нет. А вот как я чекну, я не помню. Ладно, давайте просто сделаем коротенький обзор, посмотрим карту. Ху из ху. Ну, стандартно. Польша, Германия. В Германии войск не так уж и много. Франция, Испания в войне участвуют. Канада, Америка, Мексика, Бразилия. Африканские все дела. Япония. Ну, похоже на стандартный конквест. Не будем на нем задерживаться. Двигаемся дальше. 41-й Клэш оф зе джентс. Оно называется. Смотрим, что нам здесь есть. Что у нас здесь есть. Ну, Германия, понятно, владеет большей частью Европы. Столкновение с Советским Союзом в 42-м году. У Союза огромное количество пехоты. У нас большое количество бронетехники. Турок что-то как-то до хрена. Но, к счастью, они в войне никак не участвуют. Оу. Вот Китайско... Китая-японский конфликт. Тут, конечно... Пиздец какой-то происходит. Ладно. Допустим. Допустим. Двигаемся дальше. Дальше у нас будет... Стоп. Это было. Walls on the Volga. Давай посмотрим. Чем данный конкурс отличается. Я так понимаю, внимание стоит обратить на Сталинград. Ну, так оно и есть. То есть мы здесь уже, играя за немцев, продвинулись вглубь Советского Союза и приближаемся к Москве. Ну да. Тут и у Союза меньше пехотных войск. И, как бы, мы гораздо дальше продвинулись. Что здесь еще? Интересинг, имеется. Союзники практически высадились в Африке. Мы воюем с британцами. Ну, мы в смысле Рейх, потому что я выбрал именно его сторону сейчас. Британская Индия сейчас полностью британская. В Японии есть ли какие-то изменения? По-моему, нет. Все то же самое, как и в предыдущем варианте. Ну, логично. Если хотели изменить только противостояние Рейха и Союза, то зачем менять другие аспекты конквеста? Готто тот же самый, 42-й. Дальше у нас будет 42-й Summer Blizzard, называется. И, как мы видим, здесь, видите, то же самое, что и в 41-м. Те же границы, получается. Давайте зайдем в любом случае. Что это у нас здесь хотят нам показать? Summer Blizzard. Ага. Я вас понял. Альтернативная история поехала. Хорошо. Не знаю, была ли она в оригинале, но здесь она есть. Ну, в смысле, не в оригинале, а в первоначальной версии мода, которую я уже снимал. То есть здесь немцы захватили Великобританию. Также британцы высадились в Канаде. Канадцы им любезно предоставили территорию. Южная Америка не участвует в конфликте. Союзники активно пытаются отвоевать земли у стран Оси. Так, что насчет Советского Союза? Мать честная, как много техники. О, Господи. Это же такая куча мала просто. Что у одних артиллерий танков дохренища, что у других. Я не знаю, сколько в это играть надо, чтобы пройти. Я думаю, очень долго. Так, давайте перейдем к Японии. По-моему, здесь ничего не меняется, да? Нет, ну понятно, это просто дополнительный, скажем так, сюжет. Вот, основное внимание это Европа, конечно же. Переходим к следующему конквесту. Turning Point называется. Что бы это могло значить? Давайте зайдем за Германию. 43-й год уже. Я так понимаю, это у нас оригинальная история. Полякам любезно предоставили город в Англии, чтобы они могли спавнить хоть какие-то минимальные войска и высаживать в Германию. Ну, понятно. Так, испанцы, португальцы. Пока ничего сверхъестественного не вижу, кроме поляков в Италии, в Африке. Почему британцы на итальянской территории уже захватили? Видимо... А, 43-й, все правильно. Поляки здесь тусуются. Что-то я не слышал, конечно, о польских подвигах. Да ладно. Турки против Рейха выступили. Во Франции партизаны бушуют. Ну и на границах с Советским Союзом идет активная фаза, я так понимаю, контрнаступления. Ну, Советского Союза имеется в виду. Ну да, у немцев войск не так уж и много. И они все убьются, скорее всего, в советскую оборону. Ясно. Что насчет Японии? Что-то изменилось. Что-то изменилось, но как будто бы автор взял ластик и просто все стер. Все, что было, он стер. Вот какие-то остатки остались. Наверное, не знаю, чтобы Советский Союз мог нападать на Японию. Да и что у Японии серьезного войска урезали. Да ладно. И флота у них нету, в отличие от Америки. Понятно. Ну, короче, Японии здесь придет капсдец. Идем дальше. Это у нас что был? Следующий у нас 44-й год. Beginning of the end. Типа начало конца. Я так понимаю, это переводится. Ну да. Операция Эверлорд. Высадка в Нормандии. И начало конца для Германии. У них есть войска, чтобы встретить их, но уже на территории близ Парижа. То есть, они не смогут остановить конкретно высадку. Она неминуемо произойдет. Дальше. Советский Союз активно здесь давит. Прям очень массировано. Но, знаете, у стран АСИ тоже есть чем им ответить. То есть, тоже будет просто мясорубка. Кто из нее выйдет победителем, это уже сложно сказать. Союзники высадились в Италии. Итальянцы поднимают белые флаги. А немцы пытаются хоть как-то это предотвратить. Ну, у них это не получится сделать. Африка полностью принадлежит союзникам. Тем временем, в Южной Америке распространяются просоюзнические настроения. Не знаю, зачем это сделано, но Аргентина будет спавнить войска вместе с Бразилией. Допустим. Хорошо. Идем в Японию. Опять у японцев возвращаются укрепления. Ребят, короче, видимо, в предыдущем конквесте просто автор ластиком реально просто все стер в Японии. Потому что сейчас оно все вернулось. Точно так же, как оно и было. Огромное количество флота будет сражаться из той, из другой стороны. Больше, наверное, чем в оригинале. Имей-то в настоящей войне. Столько флота не было. Ну да ладно. Хорошо. Двигаемся дальше. Это у нас что был? Begin of the end. Axis Civil War. Это что за сюжет? Это, я понимаю, альтернатива уже пошла. Ну да. Видимо. В Германии гражданская война началась. А, гражданская война стран оси. То есть, тут у нас в Испании гражданка. Ну да, это альтернативная история явно. В Италии. А в чем смысл данного сюжета? То есть, раз, страна добавлена. Два. Три. Ну, Германия тут достаточно слабая. При поддержке союзников, может, они что-то и сделают, конечно, немцам. Допустим. Румыния. Стоп, это кто у нас? Это Молдова, да? Молдова с нами воюет. Молдавия, как правильно говорить. У Советского Союза войск здесь немного. Акцент не на этом сделан. У Японии тоже должен кто-то воевать. Так оно и есть. Ну да, это альтернативный сюжет. Все верно. Я вас понял. Почему только у стран оси? Сделали бы тогда и союзникам тоже. Ага, они, видимо, сделали. Они и сделали. Ну да, откручив. Во всех странах произошли гражданские столкновения. Ну да, вы гляньте. Стоп, а у Советского Союза что? Дайте глянуть. Секундочку. А почему у Советского Союза ничего нет? Где белые? Печалька. Америки есть. Америки нету. В Бразилии все тихо. Ну понятно. Двигаемся дальше. Энцик. Что бы это ни значило. Ну, я так понимаю, финалочка для Германии. Ну, так оно и есть. Это выглядит крайне больно. Максимально болезненно. Ладно, не будем на это смотреть. Что у нас есть за пределами Европы. Или, так понимаю, Европа это центральная. Ой, тут больнее, чем за Германию, играть только за Италию. Все еще про фашистскую. Боже. Вот что им делать? Куда им идти? Куда бежать? Так, Япония. Стоп, что у нас здесь? Почему? Так жесток. Снег. Не понял. А, я просто не понимаю, почему у Индии здесь такая вот линия оборонительная у Китая. Параллельно ей идет. Странные дела творятся. В Японии все плюс-минус так же. Даже не очень интересно. Ну, в Америке свой флот. Ну, они обойдутся, как мы знаем, всего лишь парочкой бомб. Следующий конквест. Iron Curtain. 47-й год. Ну, я так понимаю, это уже холодная война у нас начинается. Зайдем за Польшу. Вассала Советского Союза на тот момент. И смотрим, что нам здесь предлагается. Ну да, это я уже помню. Такое было в предыдущей версии мода. Стандартный сценарий. Холодной войны. В принципе, ничего здесь, естественного, я пока не вижу. Давайте полистаем. Может быть, что-то и будет. Китай тоже воюет. Северная Южная Корея воюет. Все, в принципе, максимально стандартно. А, еще и в Южной Америке конфликт какой-то разразился. Ну да ладно. Двигаемся дальше. Старлес Скай называется данный сюжет. Он 100% альтернативный. Заходим за за Германию. Что мы здесь видим? У нас есть фашистское обретение, я так понимаю. потому что это наш кто? Доминион какой-нибудь? У нас в союзниках французы, испанцы. Пчу 48-й. Ага. Я вас понял. У нас тут появляются дополнительные какие-то войска. Почему мы мы цветом отличаемся? А, потому что все, я понял. Это уже не мы. Это уже не наша территория. Интересно, кто это? Надо будет сейчас, если не забуду, глянуть. Югославия над Советским Союзом, Япония. Ну, понятно, полнейшая альтернативщина пошла. Япония захватила Китай. В общем, у союзников большие проблемы. Стоп. А Япония-то нам враг. Я так понимаю, она вышла из членства Вассин. Да, на кой оно и надо, если она тут уже и Америку начала хавать. Норвегия, Португалия, Чехи помогают. Поляки. Да. Полный разброд. Поехали дальше. Дальше у нас будет Ред Шторм. Ну, соответственно, заходим за Советский Союз. Если Ред, то за кого же еще? Война между Северной и Южной Кореей. Что-то здесь забыл. Немногочисленный это отряд турков. Видимо, они в этой войне принимали непосредственно активное участие, наверное, может быть. Так, Китай, Индонезия. Оу. Даже Австралии что-то... Друзья, первый мод, в котором в Австралии что-то происходит. Я, правда, не знаю, кто это. Коммунистическая Австралия? Что это? А, ну, Ред Алерт. Ой, Ред Шторм. То есть, типа, красная угроза. То есть, во всех странах получается у нас... Нет. Это ошибочное предположение было. Хотя вот Советский Союз и Иерусалимом владеет. Не во всех странах. А было бы прикольно, если бы во всех странах произошла коммунистическая революция одновременно. Было бы интересно. Наверное. А может, было бы неинтересно, кто знает. Ну, понятно, тоже вариант холодной войны. Более такой агрессивный с точки зрения Советского Союза. Ну, так оно... Исландия? Оу. Я буду за Исландию играть. Ну, понятно. Вторжение в USA. Это все мы проходили. Это все мы узнавали. Дальше. Shadow of communism. Тени коммунизма. Я так понимаю, это обратный сценарий, когда Советскому Союзу приходит, скажем так, гоплык. Ну, да. Тень коммунизма. Она родимая. Наши союзники это Молдаване и Болгарии и Югославы. Вся Европа наши противники абсолютно. Как и уже независимая Украина. В союзниках Ирак, Иран и Китай коммунистический. Что-то очень мало. Монголия. Ну, скорее всего, здесь несколько союзов есть. Я имею в виду три, наверное. Понятно, обратный сценарий. Дальше. Апокалипсис. 62-й год. Что же это такое? Дайте глянем. И в чем апокалипсис у нас? По-моему, это тот же сценарий холодной войны. Ну, нет. Он немножко видоизменен. Ну, суть та же. То есть, это холодная война. Советы против НАТО. Да. Стандарт. Стандарт качества. Дальше. Последний. Последний сценарий. Rise of the Evil. Ну, это у нас, я так понимаю, вторжение пришельцев, да. Здесь можно сразу же выходить из данного сценария. Я его даже смотреть не буду. Он неинтересен. Вот. Это именно The Great Patriotic War мод. Также есть The Great Patriotic War мод. Big Map. Его я тоже обозревал, но здесь есть кое-что новое, чего не было в предыдущем моем обзоре. Начнем мы с Германии. Германия была. Германия уже была. Она немножко была по-другому сделана. Ну, я вам просто покажу. Карта огромная, масштабная. И вот выглядит она следующим образом. У миссии есть конкретные цели захватить столицы государств. Варшава, ну, там столицы и другие ключевые города. Москва, Минск, Ленинград, так понимаю. Ну, то есть все страны, которые нам являются противником, у них нужно захватить хотя бы там по одному городу, как минимум пустырица Копенгаген, Осло, где Осло у нас? Осло, ну и так далее. То есть после захвата мы одерживаем победу. На этом у нас все есть максимум 300 ходов. Как это сделать я не представляю, но, наверное, как-то это сделать можно. Вот, это я вам уже показывал, но здесь есть еще обратный сценарий за союзников, и в данном случае это сценарий за Советский Союз. Та же карта, по сути, те же цели, но здесь у нас нет союзников от слова совсем. Если, играя за Германию, у нас есть хотя бы в помощниках, там, не знаю, итальянцы, от них, конечно, толку немного, там, румыны, венгры, то за Советский Союз мы играем абсолютно в полном, гордом одиночестве, и наша задача захватить вообще весь мир. то есть и Польшу, и Германию, и Великобританию с их Лондоном. Где Лондон? The Capital of Great Britain. Ну, и все остальное, как бы, тоже нужно захватить. За Советский Союз, мне кажется, это полный impossible. За Германию еще можно как-то придумать, что делать, то за Советский Союз, ну, я не знаю. Теоретически, конечно, можно, но спустя ходов 50, там просто начнется трэш на карте, непроходимый. Вот, также здесь есть некоторые изменения в самом Конквесте. Друзья мои, зайдем вначале, это в 39-й год, выглядит он следующим образом. Мне кажется, что это не Big Map все-таки, именно вот в Конквесте. Карта достаточно обычная по размерам, хотя я могу ошибаться, может быть, она чуть-чуть увеличенная, но явно не так, как вот в сюжетной кампании. То есть, за Германию есть вот такой сюжет Конквеста, карта, это у нас целый мир, как в это играть, опять-таки, не представляю, это очень долго и мучительно будет происходить. Ой, как много юнитов на карте, у меня даже экран трясется. Ну, японцы сейчас будут вторгаться в Индонезию. Вот, но, есть и второй какой-то, в какой степени, наверное, интересный вариант, что ли, 43-й год он называется. Абсолютно та же карта, с тем же расположением городов, но без войск и строений вообще, то есть просто пустой мир. И, в принципе, это оригинальный вариант. и можно попробовать сыграть в него. Но здесь, опять-таки, победит та страна, у которой больше городов. Как бы, я не буду вам намекать, кто это, но, я думаю, вы догадаетесь, у кого будет самое большое преимущество. Вот. Ну, и на этом, я думаю, можно завершать обзор данных двух модификаций. Это то, что я могу вам показать без детального углубления в мод. То есть, если я буду, начну проходить миссии, то, наверное, я, ну как, буду открывать все новые и новые миссии и смогу вам продемонстрировать. Но этого делать не буду. Вы можете сделать сами, перейдя по ссылке в описании, скачав моды. Ну, а я буду благодарен если поставить лайк данному ролику, подпишитесь на мой канал, ну и на все ссылочки в описании полезные на группу ВКонтакте, на наш Дискорд, ну и все по списку. На этом все. Я всех благодарю за внимание. С вами был Тимпоз. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем спасибо, всем пока и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok